Из 83 вопросов на повестке дня наиболее важные внесения изменений в бюджет Ульяновской области. Его депутаты законодательного собрания рассмотрели первым. В общем и целом доходная часть главного финансового документа за счет федеральных денег и перераспределения средств внутри статей увеличится на 1,3 миллиарда рублей. Основное направление средств это заработная плата, то есть областной бюджет увеличивается на 817 миллионов рублей и средства направляются на выплату заработной платы, на меры социальной поддержки направляется 176 миллионов рублей. Почти на 4 миллиарда вырастут и расходы, тем самым дефицит составит около 7 миллиардов рублей. Мы укладываемся во все нормативные показатели, то есть эта цифра совершенно нас не пугает, но это говорит о том, что и правительство, и депутаты работают над тем, чтобы у нас ни одного сбоя ни на один день в выплатах не было. На 1,7 миллиарда пополнится резервный фонд правительства Ульяновской области. Некоторая часть из этих денег пойдет на предотвращение распространения COVID-19 в регионе. 120,5 миллионами рублей резерва поддержит малый и средний бизнес. 93 миллиона направят на помощь обманутым дольщикам компании «Запад». Деньги забирают из соцсферы, но депутаты считают, дольщикам сейчас они нужнее. Эти миллионы позволят достроить и вести в эксплуатацию три дома. Каждый депутат не против помощи обманутым дольщикам. Вопросы вызывают контроль над расходованием выделяемых средств, эффективность их расходования. Ну и безусловно, одним из острейших вопросов, которые ставит депутат, это ответственность непосредственно застройщика. Какие действия предпринимает он для выхода из сложившейся ситуации. Точечная помощь нужна, добавляет Грачев, но этот акт добра вносит раскол в отношения самих дольщиков. Одним почему-то положено сразу, другим потом. А чтобы достроить все проблемные объекты, господин Алимову по подсчетам депутатов необходимо почти полтора миллиарда рублей. Вице-спикер регионального парламента Айрат Гибадинов, впрочем, как и всегда, не смог усидеть на месте и вставил свои три копейки. Нисколько деньги, а инцидент с задержанием дольщиков, которые на днях вышли на акцию Дома правительства, возмутило депутата на этот раз. Призывая к совести своих коллег, Гибадинов сам бессовестно обвинил губернатора в трусости и попытался обособиться от малой родины. Наш трусливый губернатор, точнее не наш, а губернатор Ульяновской области трусливо вызвал полицию, натравил в том числе своих шавок с областного правительства и, соответственно, в результате приехала полиция и всех скрутила. Но этого великому моралисту оказалось мало. Он подкинул копченую скубрию лидеру коммунистов России Максиму Сурайкину прямо на заседании и оказался не рад, когда подарок вернули обратно. Уважаемые коллеги, иди отсюда. Итак, иди отсюда, говорю. Итак, уважаемые коллеги. Беспартинник Матвей Володарский прицепился к лизинку трамваев и львиную долю своей речи в 6 минут посвятил этой якобы афере, которую хочет провести правительство. А в заключении добавил, что Мишустина на бюджет Ульяновской области нет. Я уже обратился к Мишустину. Надеюсь, что когда-нибудь синяя линейка премьер-министра доберется до нашего бюджета, где откровенно просто, коллеги, сейчас мы смотрим, идет просто грабеж по всем направлениям. Несмотря на все перепалки и перерекания, депутаты уложились в регламент и приняли изменения в бюджет. 30 проголосовали за, а трое на кнопки не нажали. То ли не успели, то ли не хотели повторять ошибки вождя красных. Рината Леулова, Юрий Ломатов, Новости Уллправды ТВ.